Здравствуйте! В эфире программа «Открытый город». В ближайшие 10 минут расскажем о самых важных и интересных событиях в жизни Южно-Сахалинска. Мы затронем очень много тем от дорожного ремонта, строительства, принятия бюджета на следующий год до кулинарного марафона. Строители начали монтаж главной городской елки на площади Ленина. Эту огнеупорную конструкцию закупили только в прошлом году. Ее выбирали по принципу «безопасность превыше всего». Новую елку отличает не только повышенная устойчивость к огню. В основании укладывается фундамент из бетонных блоков общим весом 16 тонн. Также в конструкции есть ряд усилений против штормового ветра. Новогодние гирлянды, елочные украшения все подготовлены и мы начали монтаж. Вот на сегодняшний день идет третий день монтажа. Немножко погода вносит в свои коррективы. То есть установлены уже два яруса. Работают бригады из шести человек. Высота елки 22 метра. В праздничном наряде ее можно будет увидеть уже 1 декабря. Итоги сезона дорожного ремонта подвели в Южно-Сахалинске. В уходящем году было реализовано несколько важных проектов. От ремонта улицы Вокзальной, Коммунистического проспекта и улицы Фархудинова до строительства проезжих частей и сопутствующей инфраструктуры в новых микрорайонах города. Выполнить работы в срок во многом помогла поддержка из регионального бюджета. Благодаря поддержке области и правительства голосного данные объекты удалось и разместить, и закончить в текущем году. Благодаря дополнительному выделению порядка 800 миллионов рублей стало также возможным приступить в текущем году к реализации ремонта дороги Южно-Сахалинск-Сенегорск. Весной работа здесь продолжится. Строители займутся участком трассы до Санаторного, а дорогу до самого Сенегорска начнут строить в 2021 году. Также город провел аукцион и заключил контракты на ремонт оставшейся части Компроспекта. От проспекта Мира до улицы Вокзальной. Продолжатся работы и на улице Фархудинова. Также на этой неделе в Южно-Сахалинске состоялись традиционные публичные слушания по бюджету города на будущий год. Участие в них приняли сотрудники администрации областной столицы, бизнесмены, представители общественных организаций и неравнодушные горожане. Мэр Сергей Нацадин отметил, что авторство проекта бюджета по сути принадлежит всем южно-сахалинцам. В документе учтены десятки пожеланий горожан, депутатские и общественные инициативы. На то, что мы работаем в части реализации национальных проектов, указывает то, что в Южно-Сахалинске есть устойчивый прирост населения. Бессловно, мы находимся на самом близком уровне безработицы на Дальнем Востоке. Увеличивается рождаемость. Это говорит о том, что в целом, и мы говорили об этом не раз, и получали от вас поддержку, в целом работа администрации выстроена в верном направлении. Бюджет Южно-Сахалинска остается социально ориентированным. Почти половина расходов, более 14 миллиардов рублей, пойдет на социальную сферу. Львиная доля принадлежит одной из самых важных сфер жизни – образованию. Более 11 миллиардов. В эту сумму входят расходы на проектирование и строительство новых учреждений. Например, детского сада в Дальнем, завершение школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Луговом, дополнительного здания для школы номер 6, спортивного зала на территории седьмой школы. Значительные средства предусмотрены на социальную поддержку населения, совершенствование сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонт дворовых территорий. 9 тысяч домов получили газ в 2019 году. Это итоги работы муниципальной программы по газификации областного центра. Не так давно подали газ жителям Старорусского, Новой деревни и Березняков. И уже в этом году завершится подготовка сетей к пуску топлива к домам по улице Лесной и в переулках Смирных, Уральском и Восточном. Подача начнется, как только к приему будут готовы 30% потребителей. В 2020-2025 год это новая программа. Мы планируем охватить 43 примерно объекта. Здесь будет и реконструкция старых газораспределительных сетей. Это дальняя, это жилой район Весна. Здесь же хочется отметить, что будет новое строительство новых газораспределительных сетей. Это у нас Ласточка. Это у нас огромный район, западный район нашего города. Если быть точной, то будет построено около 142 километров. Напомним, жители областного центра имеют право на получение компенсационных выплат, 70% затрат, понесенных на газификацию своего жилья и переоборудование личного автомобиля на газомоторное топливо. Льготным категориям затраты компенсируют в полном объеме. Дополнительную информацию можно получить в отделе газификации и энергоэффективности Департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска по адресу проспект Мира, 64А, либо по телефону или на сайте администрации. Опасность сверху еще до наступления календарной зимы. В Южно-Сахалинске выпало довольно много снега, и после дневных оттепелей на крыше образовались наледь и сосульки. Это несет реальную угрозу здоровью людей. Ежедневно специалистами управления мониторинга проводится мониторинг по наличию снежно-ледяных образований. При обнаружении снежно-ледяных образований на кровлях зданий и жилых домов управляющие компании привлекаются к административной ответственности в связи с тем, что это в первую очередь влечет опасность жизни наших граждан. Но даже самые добросовестные управляющие компании часто сталкиваются с общей проблемой несознательностью жильцов, которые привыкли парковать свои автомобили там, где удобно именно им. В основном мешает, конечно же, транспорт. Ну и, наверное, то, что жители не реагируют на то, что развешиваются объявления, сообщаются в группы, которые созданы у нас в соцсетях. Сегодня в России отмечают День Матери традиционно в последнее воскресенье ноября. Накануне в областном центре состоялся праздничный концерт, а чуть раньше еще одно торжество, посвященное женщинам. В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса «Женщина года». Я не знаю отрасли, где бы ни работали и не были бы эффективными наши замечательные, прекрасные женщины. Везде. В любом деле. Мне очень хочется поблагодарить вас за то, что вы жилете и работаете в Южно-Сахалинске. За то, что вы отдаёте свою любовь, свои самые лучшие чувства нашему городу, нашим людям, которые здесь живут. И я уверен, что именно у женщин это получается. Вот создавать вокруг себя пространство комфорта, пространство любви. Ну, даже как и изменять это пространство, трансформировать пространство и делать всё гармонично, красиво и очень уютно. В этом году на звание «Победительниц» претендовали 22 Южно-Сахалинки. Номинации конкурса «Женщина года» соответствуют ключевым ролям современной женщины. Лидер общественного движения, деловая женщина, сестра милосердия, сердце отдаю детям, культура и духовность, хранительница семейного очага. Эта победа, она в общем-то общая, общая и моих воспитанников, их родителей, людей, которые меня окружают, которые верят в меня, которые поддерживают меня во всём. Я хочу сказать все женщинам нашего Южно-Сахалинска. Это очень хороший конкурс, это очень добрый конкурс. И даже если вы считаете, что вы самодостаточны, у вас всё в этой жизни уже случилось и получилось, как, собственно, у меня, подавайте документы на конкурс, подавайте пример другим женщинам, что надо быть активнее, надо радоваться жизни. Всего три недели осталось у Южно-Сахалинцев и гостей города, чтобы попробовать огромное разнообразие блюд, которые презентуют рестораны и кафе в рамках кулинарного марафона «Пельмень и его друзья». Он проводится в преддверии традиционного гастрономического праздника «День пельменя». Он состоится в середине декабря. Первый опыт проведения подобных кулинарных марафонов у Южно-Сахалинска состоялся летом, в рамках другого вкусного фестиваля «Остров рыба». Идея и её реализация пришлись по душе и рестораторам, и посетителям. «Пельмени и его друзья» подразумевают большое количество изделий из теста, и все заведения нашего города могут принять участие в этом прекрасном, интересном марафоне. Мы придумали разные конкурсы, и администрация согласилась, поддержала нас. И вот уже второй совместный проект, который пользуется спросом у гостей и жителей города. Напомним, основное условие участия в марафоне – стоимость порции пельменей, геозы, равиоли, хинкали или вареников не должна превышать 350 рублей. Своей разработке гурманам представили 12 южно-сахалинских заведений. Представлена линейка из четырех видов. Мы знаем, что остров Сахалин славится большим разнообразием морепродуктов. Морепродукты – это кладезь минеральных веществ, аминокислот, белки и группа витаминов В. Данные равиоли будут полезны не только спортсменам, чтобы свои силы после тренировки восстановить, но и также их оценят любители вкусной пищи. Добрый день, меня зовут Александр. Сейчас мы будем приготовлять равиоли со шпинатовыми морепродуктами. Равиоли из разноцветного теста от бара-ресторана «Мусхэт» не только радуют своим вкусом, но и подачей. Красители здесь использованы только натуральные. Это шпинат, морковь и куркума. Разнообразием удивляет и Маруся. Вообще пельмени – это фирменное блюдо-кафе, а русскую кухню без них представить невозможно. Только местные шефы поколдовали над начинками. Кроме различных мясных, здесь можно отведать черные пельмени с крабом, нежные с палтусом и семгой, зеленые со шпинатом и сливочным сыром. Она сладкая, авторские вареники с ягодой или бананом и шоколадом. Это очень интересно, потому что наши жители, у них есть огромный шанс познакомиться с нашим меню, познакомиться с нашими какими-то новинками или с нашими постоянными блюдами, которые они не успели попробовать в каком-либо заведении. Для рестораторов это очень важно в плане того, что наши гости, наши жители города смогут больше узнать, больше попробовать. И нам интересно всегда мнение наших гостей. А теперь немного цифр. За время кулинарного марафона посетители кафе и ресторанов уже съели более 200 килограммов пельменей и их вариаций. Это была программа «Открытый город». Мы с вами увидимся ровно через неделю в следующее воскресенье в 20 часов на телеканале АСТВ. Также нас можно смотреть на нашем YouTube-канале. Набирайте в строке поиска АСТВ 65. Всего вам доброго и удачной рабочей недели. Субтитры создавал DimaTorzok